Привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами идеей, как я делаю протеиновые и очень полезные батончики. Для меня не стояла задача сделать его прям супер низкоуглеводным, мне просто нужно было получить максимум полезных жиров, чтобы это было с белками, с клетчаткой, очень вкусно и прям я точно знала, что именно я туда положила. Делается все проще простого. Для начала нам нужно смешать все сухие продукты. Это у нас гранола, орехи, протеин, какао и молоко. Может быть протеин или протеиновый коктейль. У меня с шоколадным вкусом. Гранола тоже у меня шоколадная. Орехи я взяла не жареные, грецкие. Можно заменить чуть-чуть поджаренным футдуком, если вы хотите, но я выбрала не жареные. И измельчаю это все в кухонном комбайне до вот такой вот красивой однородной крошки. Если вы добавляли сюда немного поджаренных орехов, она будет прям невероятно ароматно-ореховой. Это очень вкусно, действительно. Теперь сюда нужно добавить жидкость. Я добавляю понемногу. Молоко просто с холодильника, холодное, вообще ничего с ним не делала. Уходит по-разному в зависимости от того, какой коктейль вы используете. У меня ушло где-то 60-70 грамм на это количество. Получается вот такая слегка вязковатая масса. Оставляю ее на 5 минуточек постоять. Она еще немного уплотнится, так как в коктейле есть загустители. Типа камеди. Затем берем обычный пакет с минимальным количеством швов внутри, чтобы он был просто прямоугольный у вас. И мне вот захотелось добавить немножечко ягод Годжи туда, чтобы что-то там еще внутри было. Это я решила уже в момент отсадки, поэтому вмешиваю просто так. Можно добавить какие-либо цельные орешки, либо кусочки шоколада. Масса уже хорошо формируется. Из этой массы прекрасно можно скрутить руками конфетки круглые, обвалять их в какао, и это уже готовые конфетки. Но я, вы видите, складываю пакет прямоугольником, чтобы не вылазило тесто за пределы складывания. И раскатываю немного, добиваясь нужной толщины мне батона. Когда я подхожу уже к нужной длине, вот толщине, я складываю пакет и дальше, чтобы уже сделать более явный и красивый прямоугольник. Калорийность вот данной массы, я если делю на 12 батончиков вот эту массу, то получается всего лишь 46 калорий и почти 4,3 белка грамма. То есть, если не покрывать шоколадом, это уже очень вкусные вот такие батончики и конфетки. Вы видите, я делю просто шпателем, берем любую линейку, не важно, что-то плоское, и вот так вот прямо в пакете сразу разделяю, немножечко раздвигаю, чтобы потом они хорошо у нас рассоединялись. И вот так вот делю. В общем, у меня получается из этого количества 12 штучек. Отправляю в холодильник, так как буду покрывать еще шоколадом, и сделаю немножечко такой белковый шоколад. Для этого я растопила обычный шоколад, для мягкости и лучшего покрытия моих батончиков добавляю сюда кокосовое масло, благодаря этому шоколадное масло станет более жидкой и более пластичной. Также добавляю сюда протеин. Вот такой вот протеиновый коктейль. Здесь у меня был печенье с кофе, поэтому он у меня немножечко с такими крупинками, шариками печенье. Вкус получается очень интересный. Вы, конечно же, можете использовать шоколадный, либо ванильный вкус. На ваше усмотрение. Вот такие вот батончики получились после холодильника. Они должны полежать там хотя бы час. Можно на пару минут закинуть в морозилку, чтобы они у вас еще прихватились и было удобнее покрывать шоколадом. Обволакиваю шоколадом и выкладываю на пергамент. Даю им просто схватиться. Можно поставить в холодильник ненадолго. Можно сверху посыпать чем-нибудь, если вы прям очень хотите. Калорийность вот таких батонов уже где-то 112 калорий и 6,2 где-то белка грамма на один такой вот батончик. Это очень просто, очень вкусно. В общем, пробуйте. Если будут вопросы, пишите в комментариях. Не забывайте, конечно же, про ваш лайк. Мне будет очень приятно. С вами, как всегда, был Кекс. Друзья, до новых встреч. Пока-пока.